Всем привет, танкисты! Сегодня у нас будет бой, точнее, уже был бой, но сегодня будет еще один бой про 60 ТП. Конечно же, что будет дальше, я вам как традиция уже что ли не скажу. Поэтому, друзья, усаживаемся поудобнее и желаю вам приятнейшего просмотра. Получается, зашел я в рейтинговые бои на 60 ТП. Рейтинг не такой уж и большой, но все же игроки не такие уж и простые. Кстати, новый рейтинг, такая заметочка, обновленный. Я за сегодня еще ни одной победы в нем не сделал. Я не знаю, что там происходит, но я пока в него не хочу играть. Так, ну что, продолжим. Друзья, получается, пошел я, в общем, сразу на перекатку тяжей. Я сразу туда постоянно еду, чтобы кого засветить, но передо мной оказывается союзники умнее или, не знаю, или фартовее, но уже пересвечивают. То есть, противники тоже не актив. Получается, из седьмой выкатил вот так просто и просто получил так по лицу на пол хп. То есть, это вообще прям, ну, это очень большая ошибка, которая в итоге его же раздразнила, скорее всего. Потому что, если бы я так играл, то оно каждого бы, наверное, раздразнило. Это очень невыгодно и очень неудобно. Ну что, друзья, получается, КД у нас не такой уж и большой, 15 секунд. Опа, фугасиком. Плюс улучшный айфай, плюс поджог немножко, но хоть что-то дали. Уже в плюсе. Получается, у нас 6 минут боя, и мы что-то должны предпринять. Вот такой вот в деф-зоне. Наши союзники просто средний танк где-то там возле тяжести, в самом центре. Если сейчас упорятся, то просто его заберут. Что уже, собственно говоря, и их средние танки и делают. Он уже упаруется на нашего, и он теряет все хп прочности потихоньку. Также вылетает бабаха, в которую я не попадаю. И благо, что она мне не попадает. Вот это фартовая. Либо она не попала, либо она вообще не стрельнула. Ну что-то такое было. В общем, она тоже получила на пол лица, что, собственно, для нее не очень хорошо. И тут она меня все-таки не пробивает, тогда она ничего не делала, оказывается. То есть здесь еще стоит 60 ТП, который будет крысить достаточно долго. Но не то чтобы крысить, он будет пытаться. Потому что у меня здесь такой рельеф, как бы и опасный, и небезопасный. Потому что меня смогут в корпус выцелить. Вот уже Йох нападает, которого я с вертухи не попадаю. Одну тычку он мне не пробивает, а второе заходит мне прямо в лоб. Ну что, теряем немножко хп прочности, но это далеко не конец. Даже при одном хп прочности можно что-то сделать в бою. Просто нужно верить в удачу, ребята, но только для тех, кто в нее верит. Поэтому погнали дальше. И не обращаем внимания на то, что мне уже сделали. Потихонечку в дефе, как говорится, как кораблик в разные стороны. Расплываемся, смотрим. Тут упарывается СТ, которая получает неплохо достаточно от меня и от моего союзника. Который сначала агдился на меня, а потом... А потом увидите, что будет дальше. Так, получается Т-62 совсем выжил из ума, так сказать, да, образно. И просто пытался вылететь, но уже не тут-то было, его забирают. Тут подкатила Яга Е100. Огромнейшая ошибка на такой громадине так сделать. Ну, я, собственно, ее отправил в ангар. Конечно, это уже хорошая была выгода и решение четкое. Также здесь 60ТП, все пытается бить, но меня он никак не достает. И бабаха меня пробивает. Я не успеваю от КДшиться, поэтому еду максимально вперед, зная, что 60ТП на КД и хочу брать бабаху, забивать. И мой снаряд просто не залетает. Да что ж ты будешь делать? Меня 60ТП немножко подкрысил. Я сам виноват, собственно говоря. И у меня ХП совсем немного. Ну что, друзья? Что будет дальше? Ведь у нас счет 4-4. То есть по 3 танка на команду. Так, 60ТП и еще кто-то меня не пробивает. Это очень мне везет, потому что некоторые даже меня в люк пробивают, которого практически нету. Которые очень хорошо забронированы. Также Йох 10 уровня к нам в корму заходит. И нам нужно разорваться на два фланга, чтобы выжить, одержать. И тут ошибается ИС-4. И просто, я не знаю, что ему, ему все равно. И получает хорошо от меня. Также 60ТП. Я думаю, сейчас будет вылазить. Сразу откатим сюда. Но если не заберут ИС-4, нужно срочно, хоть и задом, а рискнем, нужно забрать ИС-4. Потому что если Йох выйдет, он меня может и в зад накидать. Да, забираем ИС-4. И у нас... Вкатывает у нас 60ТП. Просто не пробивает с вертухи. И я доворачиваю корпус. И все же он не пробивает. Что на благо нам. Ну что, друзья? Целем мы, получается, прямо в корпус, в лобовик под углом. И мне очень фартит, что не было рикошета. И он каким-то чудом меня не пробивает. Ведь под таким углом спокойно можно было пробить. Ну что, друзья? Он такую ошибочку сделал. Я увеличиваю эльфу и попадаю в заднюю часть корпуса. Что, собственно, и поджигает его. Потому что там находятся баки. И, в общем, на тысячу. Друзья, это реально здорово. И обалденное преимущество. То есть, у нас уже есть урон. Но мы можем слить. Ведь у Йоха барабан и достаточно мощная броня. Если он будет играть от горочки. Ведь пока мы до него доедем, он... Ведь мы пока до него доедем, он просто может разобрать. Ну что, друзья? Сейчас посмотрим, что будем делать. Спешить я никуда не собираюсь. Он уже начинает лупить Е100. И я все-таки целевлютчок и попадаю пробитием. Обалдеть. То есть, неплохо вообще четненько выходит. Вот так рейтинговый бой, друзья. И вон Чифтен. Такое написал, друзья. Это все просто ха-ха. Реально мне стало смешно. Ну что, полетели. Остался Йох, который получает, скорее всего... Да, получает от Е100. И мы должны его отправлять в ангар. Что мы, собственно, и делаем. Вот такой вот бой, друзья. Поэтому никогда не отчаивайтесь. Всегда можно сделать что-то нереальное. Главное, в это верьте до конца. Это была калибровка. 7060 урона. 3600 мы заблокировали. Танканули. Взяли основной калибр. Мастер. Поддержка. И 177 тысяч нафармили серебра. Спасибо, друзья, за просмотр всем. И желаю вам отличного настроения. И да, будьте справедливы в бою, как этот. Грел ко мне лайк поляку. То есть, он там орал за то, что слился. Но все же человеком остался. Ну что, друзья. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok